это вообще где 8 авеню манхэттен братик ты шо я в манхэттене если была возможность уехать то куда бы уехал в манхэттен на восьмую авеню стрит а монако 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 в калифорнию брони как я скучаю под этим магазином прикиньте вообще помните о том что раньше можно было ночью выйти скупиться в магазин очень выкупать и чине я уже забыл про это все раньше можно было так ну типа сидишь такой приручность я в это бешку схожу там чипсы себе куплю или там в мак заеду покупать шесту так раньше взял ночью и захотел сам взял выехал мог похавал жестко конечно duncan за магазинчик duncan продуктовый чеки-то пончики мужик не брат я не буду никуда уезжать так а куда мне ехать я очень честно не люблю эти вот переезды перелет это куда-то еще до меня было чуть но честно типа очень тяжко переехать в другой город это еще в другую страну там где-то другой материк не можете по это как бы знаешь типа и интересно и легко но в моем понимании представление это красавица дурацкая когда ездили к ярику в латвию но тогда типа что знаешь типа с максиком первый раз типа он был было прикольно и там это просто что почти всю дорогу бухали мы тогда ночью серийный поезд в крюмроге поехали в киев бухали почти до утра в этом в купешке мы тогда просто тип у меня мама работает на железной дороге только не не с людьми поездами типа по товару который в поездах типа бывает то она мне там насуетила нам купешку что там никого не было до конца это же когда мы короче ездили к ярику мы просто сами были в купе до утра ехали бухали потом утром мы приехали меня там меня там подписчик в киеве встретил мы с ними там полдня по киеву погуляли и у нас уже там где-то в час дня или в два часа дня короче был самолет суммы мы приехали в аэропорт в аэропорту еще показали самолет по бутылочке пивка аккуратненько то и все вот это депутат вот эта темка была к 3 первый раз проходишь контроль через эти вот эти там темочки там фуфу там тебя охранником стоять а ну там карманы ты все так выложишь в эту посудину такую типа как мисочку выложишь проходишь аккуратненько чик чикс там с собой жидкость нельзя то нельзя это нельзя и шампунь это смотрит все досматриваю тебе не все аккуратненько сели самолет такой типа знаешь что ты посидишь в самолете и такие мысли дружище с другим взорвемся самолете там или там взлетим и что-то не получится но это типа тема когда ты первый раз типа только вы вылетаешь и начинаешь себя суетиться как мы так ничего нормально выехали тупо в шумнула взлетели и тупо такая взлетка в шух или такой хотя уж и прям залаживает жестко думаешь уху наш такое типа ощущение когда ты вот допустим либо в бассейне прям глубоко ныряешь либо вот на море где-то такое прям давление и все так шух с окна смотришь думаешь вау них красиво реально жестко обычно типа ну такие фотки там значит повидишь там либо где-то в инстаграме либо в интернете а тут так именно в шам думаешь ой 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 фута ты шут ну просто видите мы просто что были уставшие очень сильно поспали там буквально уже часик два киеве там уже особо не спали и в самолете только вылетели там буквально полчасика уже я все и уснул и мы там летели с борисполя в латвии там отдельно 2 часика бам-бам-бам-бам monks об обратно тоже едят обратно только путь был тяжелый you м именно алкашка себя так пути примерно усложняли мы приехали туда но вроде мы ехали туда тоже бухали все время по тяжело пробухали до утра практически потом в киеве поля такие вареные были реально мы в такие все зашли вот так и все было пиво может и тут утром приехали а там что какие все работаю реально мы тупо such и сишечку по вокальчику пивасика Люблю-люблю-люблю, кайф. Приехаешь туда, типа, там повеселись с Яриком 3 дня, наверное, или 4, короче. И это даже последний день, последний стрим мы так на жестко, но надо было утром выезжать. Я вот так утром просыпаюсь, у меня Максик, вернее, будет. Братан, давай не поедем. Он говорит, ты что, дебил, у нас билеты уже, ну, все готово, типа, у нас уже билеты на автобус, чтобы, типа, просто в чем прикол, от Литвы, не от Латвии, к Ярику в Липа и там ехать 2 часа. Не, там минут, наверное, 40 ехать. А Ярик уже, типа, Ярик тоже письмо, ну, бы хоть бы нас, типа, отвезти обратно. Говорит, не, пацаки, едьте сами. Мы, типа, автобус заказали, там, что-то на 6 утра, Максик меня будет. А мы бухали, там, ну, до 3, может, типа, до 4. Максик меня будет, говорит, все, поехали. Я говорю, не, я не хочу, я не еду. Смотри, ты же, дебил, у нас уже и билеты взять на самолеты, на автобус. Говорит, нам надо ехать. Ну, этот автобус, я в этом автобусе вот такой, типа. Вот так, над кисном, Максик, мне так, братан, это было, пиздно. Я в этом автобусе вот так вот, ну, шо, фух, нам надо было ехать не до конечной, мы до конечной, конечной. Ну, при жажде, мы так вышли с этого автобуса и такие, вау, е***ь, где мы вообще? Классно, типа, ну, это мы там где-то были в Латвии, наверное, но там красиво очень, на самом деле. Мы такие, ухо, не такси, фух, фух, таксист, не бэ, не мэ. Именно, прикиньте, попасть он на таксиста, который вообще не бэ, не мэ, который именно только по, ну, по-своему именно, как бы, выкупает. И мы с Максиком, Максик ему показывает нам сюда по карте, чик с точечку, все, поехали. Сколько дали, честно, не помню, там, может быть, даже не помню, даже и не скажу, ну, реально, даже не помню. Все, фу-фу, приехали в аэропорту по пешку и поехали домой, прикинь. И дома тоже, прикинь, мы приехали в Киев, нас тогда подписчик встретил, мы там что-то покушали, тыры-пыры, а подписчик тоже, прикинь, короче, красавчик. У него малая работает в заведении, в пиццерии, короче, и мы приехали, и он нас, типа, в это заведение, типа, завел, пиццей угостил, типа, ну, прям жестко, типа, сделал, реально. Привез, типа, мы покушали пиццу, он сказал, пацаны, ничего не надо, я за все заплачу жестко, все. И это, о, гляньте, какая такая маленькая машинка, смотрите, прикольная. И отвез нас, короче, на ЖД вокзал, и все. Приехали, нас депутат потом забрал, скрываворога, и тогда как раз в чем прикол, мы приехали от Офика, ой, от Офика, от Ярика, и тогда себе как раз депутат взял новую машину. Тогда я какой-то чей, Subaru Outback, что-то такое, взял себе, и мы поехали кататься. Мы как раз приехали в Киев под вечер, и поехали до утра кататься. А тогда, просто, что в чем прикол, мне тогда, наверное, за два или три дня до того, как мы к Ярику поехали, мне тогда залетел самый большой донат на то время. Тогда ко мне залетел Flash Monopoly, так, короче, Кенти, который на Аризоне, где-то, наверное, года два или три назад, на Аризоне появился бизнес, который стоил, там, наверное, 50 тысяч доната, либо что-то еще. Ну, короче, типа, самый дорогой бизнес, который можно было купить только за донат. Честно, даже не вспомню, реально, сейчас. Если есть карта Аризоны, сейчас расскажу. И, короче, этот Кентик на Чандлере просто такой самый-самый мажорчик. Автосалон, да, вот автосалон. Он самый, типа, и он такой заходит. Сейчас, подожди, ну, начать игру, посмотреть карту. Но они все куплены, это сейчас по-любому, хотя раньше они были все не куплены, это было жестко. Не знаете, где он находится, этот автосалон? Сейчас мы даже найдем, подожди. Влв, а что такое Лос-Вентурас? Это наверху, да? Слева, а, это вот это, да? А, вот тут, я понял. В левой части. Ну, мне кажется, сейчас, наверное, даже он и не владелец этого автосалона. Мне кажется, он уже давно его продал. Я так смотрю, типа, на Фаня Прайд. Только уже пропустил, но это, походу, да, был на Фаня Прайд. Мне кажется, он его держит. Автосалон люкс. Но это не люкс автосалона, кстати. Автосалон люкс, мне кажется, только добавили недавно. Ну, как это, ну, в общем, короче, не важно. Да, это был Flash Monopoly, он тогда мне закинул, наверное, 170 тысяч рублей, если честно. На то время это, ну, это, наверное, 1070 гривен он тогда мне закинул, прикиньте. Или 150, там сейчас даже глянем. Ну, короче, да, я тогда вот так вот. Но тогда была сумма, я себе купил как раз вот этот монитор, как основной Samsung. Тогда я даже не понимал, что такое там 140, 4 Герца там. Купил такой простой, ну, прикольный монитор. 65 Герц, кентик сидит, играет. Не, на кепке я написал имя Федоса. Это был мой первый такой, типа, один из крупных донатеров. Это было, когда я только на Лермонтова переехал. Ага. Ну, шо там, я сегодня буду в сеть залетать? Не. Опа, ся, вот и стримчик. 4 года назад. А, вот это музон, пацаны, полетел. Спасибо за подписку. Десятка. Двадцаточка. Я че так с... Я понимаю. Я там лысый, на самом деле. Это я там монитор бил головой. Еще десятка. Всем помогаю. Такие кадры ловлю, еб... Ха-ха-ха. Это было, прикиньте, 4 года назад, это я. Класс. Ай Косевич, курица еще первый. 50. Наверное, все, да? А, не, все еще. А, это фиф. И это все было так вот перед стримом, этот... Еще 50. Ну, короче, еб... На Туре 170 было. Прикольно было.